всем доброго времени суток друзья и добро пожаловать на мою пятую распаковку хотя правильнее будет сказать мини распаковку так как в ней будет всего пару дисков изначально я даже не планировал ее делать все-таки уделять целое видео с распаковкой всего двум игрушкам на первый взгляд вроде как сомнительное мероприятие но в то же время как минимум для меня эти казалось бы простые игры имеют особую ценность так как это мои первые два диска купленный на playstation 4 причем они покупались еще до того как у меня появилась консоль если смотрели мое видео диски или цифра в котором я рассказывал что свой самый первый лицензионный диск для пк я купил за несколько лет до того как у меня собственно появился первый пк аналогичная ситуация получилась и с данной посылкой поэтому я все же решил что стоит так сказать увековечить данное событие хотя бы на лайв канале плюс к этому обе игры входят в мой топ 10 игрушек для playstation 4 причем и это еще не все поскольку в каждой из них я выбил платину плюс одна из полученных платин была моей самой первой не только на playstation 4 но и вообще самой первой люди внимательно смотревший мой обзор на playstation 4 уже скорее всего знает как минимум название одной из сегодняшних игрушек этими двумя проектами с которых я и начинал свое знакомство с консолью playstation 4 стали ratchet and clank и drive club каждая из них является не только отличной игрой но и не побоюсь этой фразы лучшими представителями своего жанра на playstation 4 вдобавок еще эксклюзивами первой игрой у нас идет полно комплектный drive club даже одностраничный мануальчик имеется половина которого посвящена рекламе подписки playstation плюс да глядя на такое даже немного грустно становится особенно после получения посылок с игрушками на вий и вию о которых я рассказывал в предыдущих распаковках и наполнение которых мягко говоря побогаче будет если кто не знает то nintendo вию как и playstation 4 является консолью восьмого поколения ладно что то я уже отвлекаться стал что же касается самой drive club эта аркадная гонка с очень приятным управлением автомобилей это что-то среднее между аркадой и симулятором благодаря этой золотой середине ездить по местным трекам одно удовольствие прошел на платину с большим удовольствием еще игра настолько мне понравилась что я после покупки playstation vr когда узнал что для него есть диск drive club vr сразу же загорелся желанием опробовать все это дело в шлеме и что я могу сказать я ни разу не пожалел и о покупке в яру версии в ней кстати тоже выбил платину также стоит сказать и об одном неприятном моменте к сожалению в начале 2020 года сервера игры были закрыты поэтому не получится покататься по сети если вы еще и являетесь охотником за трофеями то у вас не получится получить платину в игре поскольку в ней есть онлайн ачивки которые я терпеть не могу и не понимает зачем их вообще добавляет в проекты не завязанные на онлайне подводя итоги игру советую всем любителям хороших аркадных гонок и вторая игра это полно комплектный ratchet and clank собственно ради этой игры и было заказано данная мини посылка причем самое интересное как я говорил в своем топе 10 игрушек для playstation 4 что ранее я не был знаком с играми данной серии и версия ratchet and clank для playstation 4 стала моей первой игрой несмотря на то что у меня мало того что до покупки playstation 4 уже несколько месяцев была прошитая playstation 3 а на ней если мне память не изменяет доступно 7 или даже более частей так и на psp которая была моей основной консолью весьма продолжительное время и на ней я переиграл в огромное количество проектов но каким-то чудесным образом умудрился пропустить две игры это ratchet and clank size matters и secret agent length одним словом чудеса да и только ну и буквально пару слов о самой игре это шутер от третьего лица с элементами платформера с великолепной картинкой красочными не похожими друг на друга живописными локациями которые располагаются на различных планетах которые мы будем посещать по мере прохождения игры и мое любимое огромный арсенал самого разнообразного оружия на любой вкус и в довесок его еще можно улучшать что сделает его по-настоящему ультимативным на первый взгляд игра из-за своей так сказать мультяшности может показаться детской но не стоит заблуждаться поскольку если вы будете проходить ее на высокой сложности то не получится развалиться на диванчике и на расслабоне пробежать игру так как значительно повышается вероятность того что враги в разгаре динамических перестрелок вас быстро отправить на последний чекпоинт да и завоевать первое место в гонках будет не так то просто как я уже говорил в начале видео что игра мне настолько понравилось что я даже выбил в ней свою самую первую платину это уже как минимум означает что игра заслуживает внимание и если вы как я пропустили ее то хотя бы ознакомьтесь с ней есть вероятность что она вам также как и мне понравится вот такая небольшая мини распаковка у меня получилось причем обе игрушки оказались весьма годными я рад что именно с них и состоялось моё знакомство с playstation 4